я думаю по нашему тизеру вы уже поняли что во первых панда нашлась во вторых мы начинаем road movie 2 кодовое название путешествия без варяг в греке минуя скандинавию прямо из киева мы стартуем в грецию в афины по дороге возможно получим томас наши спонсоры как всегда лучшая платежная система в мире mastercard и джип отец всех джипов на этой планете сейчас мы из киева стартуем подольские тофтры говорят что там очень красиво хотя каждый раз когда в украине мне говорят что где-то очень красиво я понимаю что туда я буду добираться по пояс грязюки но в этот раз мы готовы надо сказать что вплоть до винницы дорога выглядит просто здорово новая хорошая разметка после этого начинается настоящий трэш и угар именно вот на таких колдобинах ты начинаешь понимать в чем сила джипа ренгера он по-прежнему едет со скоростью 120 километров в час просто по полному отсутствие дороги понятное дело что комфортно по ямам могут ездить на пневматических подвесках и мерседеса и ринджоверы но для них обязательно наступят последствия потому что с такими дорогами они долго не протянут а вот что касается ренгера то ему абсолютно все равно по какой дороге ехать со скоростью 120 130 километров в час вы абсолютно вообще не почувствуете что под вами вот эта самая дорога исчезла в общем очень комфортный автомобиль весьма некомфортных условиях кстати сегодня на трассе практически не видно автомобилей с нетрадиционной регистрацией возможно возможно поэтому практически никто не бокорезает на дороге хотя попадаются неадекватные пешеходы в режиме стелс практически вы знаете это какая-то непрекращающаяся игра у нас в селах несмотря на то что штрафы введены всем на это наплевать все продолжают сжигать все что только возможно такое впечатление что в стране снимают ремейк фильма довженко украина в огне но только украина в дымах подольские тофтры крупнейший парк страны входит число семи чудес украины и находится под защитой юнеско а также укр и облафтодоров которые делают все чтобы вы реально очумели пока добрались например до боковского залива сам залив образовался в результате затопления земель при строительстве днестровской гэс в сезон здесь тепло уютно и очень живописно особенно если у вас есть квадрокоптер как неудивительно но тофтры сформировались не в результате тектонической деятельности частично это бывший барьерный риф сарматского моря который создавался водорослями и устрицами кораллами и другими организмами а теперь несколько слов об отеле в котором мы останавливались имеет он интернациональное название теремки слава богу что не матрешка очень большая территория если вы когда-либо бывали в межигорье или не были в межигорье приезжайте сюда получите бюджетную версию этой резиденции что касается номеров они очень дешевые трехместный номер стоит 400 гривен хотите получить очень плохой завтраки очень плохой ужин приезжайте сюда не в сезон обязательно получите нашей панде даже не дали сырники потому что сказали что сырники для детей я считаю что это настоящий сексизм по-другому это не назвать в общем если у вас есть на шару карточка мастеркард автомобиль марки джип то в сезон в подольские тофтры обязательно нужно приехать чтобы насладиться этой природы и ужаснуться этой инфраструктуре вы можете возразить какое же здесь сходство с межигорьем если нет страусов да действительно страусов нет зато есть львы но возможно это они должны быть снаружи клетки а наша злочина панда внутри прекрасное же место подольские тофтры изрезанные утесы река днестр великолепная рекреационная зона вот скажите мне панда федорович ну зачем были вот эти все хонки вот эти все гольф поля какие-то каравеллы весь этот ужас ведь вы же могли вложиться сюда построить нормальные дороги построить гостиницы да это был бы ваш бизнес но что теперь сидите там боссы обдертая в том ростове и что толку с этого всего но ничего мы мы все вот это отстроим сейчас вот его надо ем и начнем